Добрый день, в эфире программа «Слушайте доктора» и здесь у микрофона Светлана Занько и Дмитрий Курдюмов. Здравствуйте. Добрый день. Напоминаю, что у нас новый проект. Вы не удивляйтесь, пожалуйста, я сегодня его по-новому представила. «Слушайте доктора» мы можем переходный период устроить такой тире «Общий обход». Потому что первая программа, которая, слава Богу, успешно вышла в нашем эфире в прошлую среду под названием «Общий обход» получила широкую известность. Нам звонили люди, ругали нас за то, что мы не сказали, а где, собственно, производится энтопротезирование суставов в нашем городе. И кто такой Дмитрий Курдюмов, кто-то еще даже спрашивал. Так вот, я еще раз своего соведущего представлю. Дмитрий Курдюмов является главным врачом Центра травматологии, ортопедии и нейроархиургии Кировской области и секретарем общественной палаты. У нас просто будут разные темы, и то и то пригодится, Дмитрий Александрович. Вот. Но, кроме того, раздавалась критика от моих коллег и от слушателей, что «Общий обход» не очень понятное название. Поэтому у нас была еще одна версия «Слушайте доктора», мы это озвучивали. Несмотря на сопротивление Дмитрия Александровича, мы принимаем это название. У нас даже все красиво, наши звукорежиссеры оформили, Дмитрий Александрович. Я соглашаюсь с вашим предложением, мне только это остается. Да. А у нас сегодня замечательный гость в гостях Михаил Некрасов, генеральный директор биофармацевтической компании «Нонолек». Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Действительно, мы же пишемся во вторник вечером, а программа выходит у нас, когда вы нас слушаете, дорогие радиослушатели. В среду в 2 часа дня опишемся накануне вечером. Я бы озаглавила нашу тему так. «Российские лекарства вчера, сегодня, завтра». Объясняю, почему. Вот сейчас вы будете со мной соглашаться, не соглашаться, Дмитрий Александрович, по поводу темы. Но мне кажется, что мы как раз об этом сегодня будем говорить. Ну, во-первых, потому что не проходит и неделя, чтобы не выпускалась в свет какая-то новость, и обязательно с угрожающим заголовком, касающийся лекарств в нашей стране. И не только российских, а в принципе. Мы все помним прекрасно, как в прошлом году, начиная с прошлого года, люди стали жаловаться, что исчезает из аптек дешёвые лекарства. По этому поводу проводились мониторинги. Вы знаете, даже в прошлом году новость, что препараты из списка ЖНВП, те, которые, в общем-то, цены на которых регулируются, невыгодно производить. И ряд производителей готовы, в общем-то, из этого все менталитета настораживать, действительно. Поэтому я думаю, что, скажем, тема импортозамещения в целом сейчас очень актуальна. И я как, ну, скажем так, практик могу сказать, что более того, даже сейчас в учреждении к этому готовы. Ну, к Михаилу Сергеевичу много вопросов. Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнений. Много было сказано, что само развитие производства в Лоческом районе, в Лёвенцах, оно огромный плюс для Кировской области. Это и рабочие места, это и, в общем-то, инфраструктура, это много чего, я думаю, что как раз все это стоит обсудить. Но мы более глобально начнем все-таки обсуждать вопросы, а не только места трудовые в Лёвенцах, а вот как раз столкнемся, наверное, все-таки от того, что с жизненалаженными лекарствами и что с производством. Потому что я уж прошу прощения, но сегодня, 1 марта, когда мы записываем программу, вступил в действие перечень жизненно важных лекарств. Он каждый год вступает обновленный, вот сегодня там точка отсчета, например. И что интересно теперь, в этом перечне жизненно важных лекарств, эти самые лекарства есть ли? И что делать нашим фармпроизводителям, на которых возложена большая ответственность, вот как говорит Никита Александрович, по импортозамещению? Вот Ваш взгляд, как, безусловно, специалиста на ситуацию общую, которая сейчас в стране существует с лекарствами? Ну, я могу только сказать, что дефицита лекарств бояться не надо, это какие-то временные трудности. И я бы сказал, что здесь в основном, да, действительно, в сегмент дешевых лекарств, цена которых там до 50 рублей. И в этом случае здесь два фактора, которые влияют на этот процесс. Первый, он давно начинался, и к этому мы шли, потому что введен стандарт GMP по всем предприятиям. Переводите сразу на русский язык. Да, это практика, международная практика, принятая для производства лекарств, соответствующие стандарты международные. Да, мы с Вами при прошлой встрече говорили об этом как раз, что Ваши предприятия... Вот этот стандарт, да, его не так просто выдержать, это должно быть современное предприятие, должно быть соответствующее оборудование. И те предприятия, которые еще, истории которых с далеких времен советских, то, конечно, они вынуждены сейчас переходить на этот стандарт. Это им нужны определенные затраты. И в этом случае окупаемость вот этого оборудования, которое они приобретают, они делают чистое помещение по всем международным стандартам, в этом случае уже вот на тех лекарствах, на той гребенке, которая не существовала, она их не будет окупать. И в этом случае они стоят перед выбором или регистрировать более высокие дорогие лекарственные препараты, то ли выпускать те, которые они всю жизнь выпускали. В этом случае вот один фактор. Второй, он просто ускорил вот этот процесс вымывания этой линейки лекарств, это вот курс евро и доллара по отношению к рублю. И мы же все знаем, что в 90-е годы у нас разрушилась именно индустрия производства субстанций. Раньше в Советском Союзе практически 99% мы обеспечивали себя субстанциями сами. Вот эта отрасль, она в принципе разрушилась. То есть что мы говорим, что лекарство русское, а составляющие все равно мы закупали за рубежом. Да, и в этом случае курс, когда изменился, то и, собственно говоря, еще добавилось, что кроме всего прочего, нужно еще сейчас закупать эти субстанции, ну, долларом и евро она не изменилась, а уже в рублевом отношении, то есть здесь произошла вот эта диспропорция. Ну, конечно. Я говорю, что вот это два фактора, которые наложились, и они сыграли вот сейчас. Я говорю, этот вот курс просто подстегнул вот этот процесс, он обозначится резко именно сейчас. И в этом случае государству не избежать ситуации, когда нужно будет, чтобы сохранить эту номенклатуру, каким-то образом делать дотации, и по-другому не получится. А вот прекрасное сообщение, как раз тоже ушедшего от нас вчера в месяц февраля. Вы помните, что Лукаев заявил, что правительство предполагает выделение 4 миллиардов рублей производителям дешевых лекарств? Правда, насколько я поняла, это касается как раз оборудования, а не прямых компенсаций. Ну, есть и другие заявления о том, что на каждую упаковку, там, на 5 рублей добавят. Ну, я не знаю, как это сильно отразится на производителях, потому что я не знаю их себестоимости. Но, тем не менее, это все равно какое-то решение. В этом случае государство правильно делает, что поддерживает производителей, те, которые, пусть оборудованием даже, да, я же две составляющие назвал, повышение цены на лекарства. Да, оборудование и комплектующие. Да, и комплектующие. В этом случае, вот вся эта поддержка, она все-таки, наверное, позволит сохранить вот эти вот лекарства, которые находятся в ценовой нише до 50 рублей. И в этом случае я еще скажу, что, ну, здесь надо понимать, что предприятия, которые эти лекарства продолжают выпускать, они на сегодняшний день, вот если в упаковках считать, пропорция всегда была 70 на 30. Мы привыкли, что вот зачем, что 25 или 30 процентов это отечественные препараты, да, но это в ценовом, потому что зарубежные лекарства стоят дорого. А вот если взять по натуральных упаковках, всегда российская промышленность фармацевтическая делала 70 процентов лекарств. Лекарств, которые приобретались нашими гражданами, больницами и так далее. Конечно, конечно. И это почему-то забывает, потому что вот именно доля только то, что вот нишевая, что до 50 рублей, потому что упаковок много, но в ценовом отношении это мало. И то, что 70 процентов лекарств в упаковках производила наша промышленность, это надо, это надо понимать, это надо поддерживать. Производила до 15-го года. Почему и сейчас? Тоже такое же соотношение. А эти 300 наименований лекарств, 200 наименований, которые ушли из производства, я думаю, что вот сейчас, когда если 300 наименований уйдут с рынка, да, то и в упаковках может пропорция поменяться. То есть мы теряем, получается, в самом деле рынка, но с другой стороны и ввоз иностранных лекарств тоже у нас затруднен сейчас, в связи с тем, что многие, что называется, не прошли переаттестацию. А тут еще замечательный наш ФАС. Дмитрий Александрович, вы познакомились вот с этим сегодняшним сообщением о том, что ФАС предлагает разрешать производство лекарств без согласия обладателя патента. Как вы к этому относитесь? Ну, такая история подобная, если мне не заметить, была в Индии, да, не так давно. Ну, совершенно замечательная идея, в кавычках, наверное, без, скажем так, разрешения права обладателя производства лекарственных препаратов. Ну, наверное, я не готов это сейчас, скажем, обсуждать. Да, я скажу, потому что на самом деле, если нормальная ситуация, то есть управляемые все процессы с точки зрения эпидемиологии, там, скажем, каких-то процессов эпидемии, да, то в этом случае это порочная практика, если мы дадим разрешение производить лекарства, которые находятся под патентной защитой. Ну, понимаете, есть, бывает пандемия, да, например, скажем, свиной грипп или птичей, ну, что это надо производить миллионы, сотни миллионов, там, скажем, доз лекарств. Ну, в этом случае даже и спрашивать не надо. Государство должно принимать жесткое решение, и в этом случае промышленность должна выпускать эти лекарства и обеспечить нас и защитить от каких-то таких вот катастрофических, да, ситуаций, которые могут сложиться со здоровьем человека. Насколько я смотрел, вот как раз вот в этом решении ФАСТа на основании много больше, потому что пандемия, не только чрезвычайные ситуации, в общем-то, любые ситуации, которые могут улучшить ситуацию в стране. В любой ситуации, я считаю, что это нельзя делать, ни в коем случае, в нормальной ситуации, пожалуйста, есть время, пожалуйста, купите лицензию, выкупай. Это же вопросов же нет, это же не значит, что они вам запретят кто-то, если вы, например, с ними договоритесь, делайте локализацию. Просто это очень странный вариант, как это сообщение. И, как бы, выпускать. Вы знаете, у меня назрел, у меня вот как раз появился вопрос, я прочитал вот это вот решение ФАСТа, а у меня возникла в голове идея, они связаны здесь с тем, что сейчас, ну, существует некое ограничение по продаже патентов в нашу страну в связи с вот последними, скажем, экономическими, политическими событиями последних, там, полутора-двух лет. Не это ли первая причина всего? И, наверное, дополнить свой вопрос, я хочу, наверняка были, скоро исполняется 5 лет начала производства, были какие-то определенные планы по ассортименту, да. Пришлось ли ее корректировать в связи вот с какими-то ограниченными мероприятиями, коснулись ли они производства? Нет, у нас, мы достаточно четко отслеживаем весь рынок, мы, естественно, не можем производить все, что производится, но мы занимаемся основным направлением, там, скажем, по вакцинам, да, то в этом случае для нас очень важно работать в тех областях, где мы сегодня, если начнем с ноля разрабатывать какой-то препарат, но это будет очень долго, мы видим, что самый простой и быстрый способ это договориться с какой-то компанией. Скажем, мы в 2015 году делали несколько проектов, один из них, там, там, пятикомпонентная педиатрическая вакцина Пентоксин, да, которую сегодня покупают люди за деньги, кто-то себе сегодня может позволить, он может приобрести эту вакцину и сделать прививку своему ребенку. То есть она не поставляется в лечебные учреждения? Нет, она не входит в календарь прививок, есть же национальный календарь прививок, где вы можете за три укола, там, вам бесплатно сделают все прививки необходимые, да. Можно это сделать, купив, приобрести эту вакцину и сделать один укол, и все эти, опять же, три прививки вы получите разом. То есть в этом случае мы берем на вооружение передовую технологию, и нам удалось договориться с компанией Сенофе о том, чтобы произвести эти все лекарства на нашем предприятии. Вы купили у них лицензию? Нет, мы не купили, они нам произвели локализацию на нашем предприятии, но пока продавать они будут сами. То есть в этом случае мы не можем продавать ее самостоятельно. Хотя я думаю, что можно будет в дальнейшем с ней договориться, чтобы они нам эту технологию со временем продали. Это план такой? Это план, да. И в этом случае мы заранее все это с ними обговорили, и они идут на такие вещи. Конечно, они могут сразу сказать, что вот мы вам через какое-то время передадим эту технологию. Но мы знаем, что в принципе, если будет необходимость какая-то, ну наши люди уже все, они владеют этой технологией. Эта технология замещена на нашем предприятии, и мы, если нам нужно будет, мы можем где-то как-то позорче разговаривать. Да, конечно, сейчас, естественно, ФАС поддержит вас сейчас в Госдуме и скажет, пожалуйста, произвести эти лекарства. Мы как раз вот не сторонники того, чтобы там выламывать руки кому-то, да, но я считаю, что пока нет вот каких-то экстренных сегодня ситуаций в России, чтобы мы могли там, скажем, резко там сказать, что нет, мы сейчас это все сделаем и сделаем у себя. Используя вашу терминологию, выламывают руки, а вот правообладатели зарубежные не выламывают руки нашим производителям, скажем, есть ограничения все-таки приобретение лицензии, технологии, производства препаратов? Ну, смотрите, я уже сказал, что мы же так, нишевое предприятие, с точки зрения, мы не можем все как раз вот в нашей нише там по, скажем, значит, по вакцинам нет. Потому что вот следующий пример, да, у нас сегодня включен в календарь прививок инактивированная полимулитная вакцина, да, мы до сих пор прививались живой, что бывали случаи осложнений, да, а то теперь, значит, инактивированные вакцины. Мы договорились с компанией Билдховен, это голландская фирма, о том, что они нам, значит, передадут технологию производства инактивированной вакцины. Мы три года регистрировали эту вакцину, да, потому что мы ее изучили на взрослых и на детях, сейчас мы уже на стадии выхода и регистрации этой вакцины. И на нашем предприятии также будет локализована вакцина, но это все цивилизованное, нормальное. Что у нас сегодня, если у нас какая-то ситуация, у нас есть своя, проверенная, живая вакцина полимулитная, если у нас не хватит денег, или у нас наступают какие-то ситуации, когда нам отрежут, все, ну, блокад же есть сегодня со стороны Европы, там, своеобразная, и Соединенных Штатах Америки. Но если нам будет совсем тяжело, у нас есть вакцина, которая способна обеспечить прививку полимулита. То есть, ну, вот инактивирована, она как бы все равно проверена, она в 10 раз дороже, да? Она в 10 раз дороже, но безопаснее. Ну, безопаснее, особенно в первой прививке, понятно. Дмитрий Александрович знает, что как врач, что действительно, если уже какой-то иммунитет наработан, то следующая прививка, даже если живой будет, уже, как бы, нет никаких проблем, потому что уже у человека, ну, и у ослабленных детей, да, желательно, как бы, делать инактивированные. То есть, для этих всех случаев, в этом случае мы будем владать технологией в какой-то степени, то в этом случае вот этот проект мы считаем тоже цивилизованный, нормальный, технология, которая пробивается на наш рынок. Можно я немножечко уточню просто? Три года, Вы сказали, Вы регистрируете вот эту вакцину? Нет, проходим клинические исследования. Проходим клинические исследования. Это очень сложный, тяжелый, большой процесс. Это нормальный срок три года? Ну, я бы, конечно, не согласен с тем, что вакцина, которая проверена, там, 20 лет на рынке, ну, зачем ее вот именно, которая в Европе прошла? Мы же европейцы там считаем, да? Почему возникает такая ситуация? Ну, это все-таки Минздрав, который считает. Сейчас есть разговоры о том, что, значит, давайте мы, если вакцина, или вернее, любое лекарство, которое зарегистрировано уже в Европе, проверено временем, ну, какой смысл ее здесь три года терять? Нам отдают эту технологию, мы ее готовы быстро внедрить, но... Восемь, Сергеевич, а вот, да, затронули очень важную, наверное, тему, и я как доктор понимаю, может быть, клинические исследования, безусловно, на каких площадках, скажем, они в России происходят, клинические исследования? Ну, на сегодняшний день немножко, как бы, вопрос сложный. Во-первых, несколько определено клинических баз. Эти клинические базы имеют... Они сертифицированы, есть своя регуляторика со стороны Минздрава, вот, они все определены, даже в Кирове, мы когда обратились в Кировскую Министерскую Академию, да, то у них есть лицензия, пожалуйста, вывернили лицензия. Есть сертификация, есть своя клиника, и какой-то объем клинических исследований они могут проводить. Они, может, не могут сделать полные клинические исследования, которые требуют регулятора провести, но часть это можно сделать. Мы даже посмотрели, и готовы там, особенно по доклинике, потому что прежде чем делать клинику, нужно сделать доклинику, и после доклиники уже часть каких-то мероприятий, клинических исследований можно проводить у нас. Я знаю, что сейчас в Кирове в администрации Министерства здравоохранения, да, сейчас в Кирове? Министерства, да. Да, они сейчас прорабатывают вопрос, чтобы создать некий регулятор, который бы мог организовать клинические исследования, потому что сами клинические исследования, это многоступенчатый такой процесс. Я почему не задал этот вопрос, действительно, вопрос он обсуждался, это очень сложный вопрос, и я вот более-менее вижу, что он на него отвечает, действительно. Да, клиника не может одна все это организовать, и вот появились в России так называемые СИАРО, да, компании, которые организуют процесс клинических исследований. Они собирают в себя все, то есть это размещение заказа на клинические исследования, подбор, там, скажем, ну клиника сама делает подбор там пациентов, значит, здоровых и больных, испытания, то есть потом нужно это все собрать, сделать отчеты, отчеты надо сделать правильно, значит, провести, значит, это переговоры уже там с Минздравом, потом отправить к ним отчет, после того, как клинические исследования будут все приняты Минздравом, открывается следующий этап, это продолжение регистрации. Потому что идет сначала регуляторика по регистрации препарата, его смотрят все, весь пакет документов, досье, затем, значит, выдается разрешение на клинические исследования, регистрация останавливается. Клинические исследования от одного до трех, до четырех, до пяти, если это сложный большой препарат, клинические исследования занимают, конечно, большой период. Потом, когда отчеты все получены, Минздрав их принимает, делает заключение и возобновляется регистрация. В этом случае клинические исследования огромный этап, большой, длительный. Если препарат, который в Европе есть, который проверен, зачем делать повторные клинические исследования на территории Российской Федерации. Исключите это. И на регистрацию у нас остается, ну, по всем нормативам Минздрава, один год. Видно, что мы современные фармацевтические, высокотехнологические препараты будем за год выводить. Через пять лет уже появятся новые препараты. Чтобы разрядить обстановку, я согласен, что эти клинические исследования были пройдены в Европе или в Америке. Я просто открою историю. Когда я побывал в одном из институтов в Соединенных Штатах Америки, это был 2012 год, для научно-исследовательского института, я разговариваю с руководством. У нас есть в отделении два, для категории пациента. Первая принимает пустышки, вторая принимает новый препарат. Я говорю, скажите, а они знают, что они принимают? Они говорят, нет, они подписывают документы. Они знают, что они здесь оказывают помощь, им оказывают помощь бесплатно. И они проходят совершенно правильное, препарат проходит широкое исследование. То есть, ну, и у нас в России существует проблема существования таких баз. Потому что наши, на сегодняшний день мы знаем, большинство из них, многие из них занимаются, ну, скажем так, рутинным оказанием медицинской помощи. Наверное, баз не так много. Поэтому, если препарат прошел, вот такая полноценная новая клиническая апробация за рубежом, я думаю, вполне возможно ее принять. Расскажите, пожалуйста. Или сделать какой-то укороченный вариант. То есть, есть какие-то параметры, потому что я говорю, он какой-то многоступенческий такой вопрос. А тогда в связи с чем, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, наверное, слушателям все-таки скажем, почему мы так углубились в этот вопрос. Напоминаю, тему у нас российские лекарства вчера, сегодня, завтра. И здесь в качестве гостя Михаил Сергеевич Некрасов, генеральный директор биофармацевтической компании «Наналек», собственно, поэтому про лекарства. Расскажите, пожалуйста, от чего и когда возник этот механизм, когда затягивается регистрация зарубежного лекарства на 3-5 лет? В какие годы, и почему сейчас, и почему до сих пор не ликвидировал? В чьих интересах мы действуем, если что-то, как бы, говорить, у нас не слишком развита, собственно, фармакология. Ну, смотрите, вы правильно назвали, наша компания, она биотехнологическая. Лекарства все разные. Если есть простые лекарства, которые химические, да, то есть... Которые выпускали в Советском Союзе, и все. И есть упрощенные процедуры, которые проходят эти лекарства, это просто биоквивалентность. То есть это сокращенные, как бы, параметры клинических исследований. Когда вы занимаетесь высокотехнологическими лекарствами, вот которых мы говорим, что нужно делать импортозамещение, а более серьезные исследования, то, конечно, там нужны более серьезные исследования. И они, ведь чтобы лекарства, например, скажем, на любой компании, на любой точке мира, если она выводит препарат, 15-17 лет. Вот они все там, вот это лекарство, они разложили это лекарство. Первая фаза, вторая, третья. А потом еще 5 лет в России. А потом зачем еще 5 лет нам... Вдруг на нашем климате они действуют, что в будущем не знают. Можно создать упрощенную такую систему, чтобы... Почему до сих пор не создали был мой вопрос? Ведь эта ситуация не сейчас сложилась, она годами длится. Я могу сказать, конечно, сказать свою точку. Вопросы сейчас по-другому. Посьмом фаз мы только что не увидели. Проблемы сейчас по-другому. Пытаются. Такая первая ласточка, на мой взгляд, совершенно правильно. Вот, Микса Сергеевич, вопрос, наверное, про кадры. Пришли на территорию, он уже наш субъект, и основная проблема у всех дефицитов рефицированных кадров. Вы выбрали площадку, да, это ВТГУ, а вот первые выпускники уже появились. Ну, смотрите, когда мы выбирали площадку, мы же, конечно, первые вопросы, которые изучаются, и я уже, это не первый мой завод, который мы строим, то фармацевтический причем, то мы, конечно, первый завод построили в Москве. И это тоже был выбор, не просто так, потому что в Москве вообще на 30-40% все дороже строили. Но это было вынуждено, потому что мы строили первые в России предприятия, вот как раз по всем международным стандартам и практикам, GMP так называемое, да, то в этом случае мы понимали, что мы кадров нигде не найдем, вот особенно со знанием вот этих вот всех стандартных международных практик. И в этом случае тогда это было оправдано. Сейчас, когда уже прошло 20 лет, многие наши люди поработали и в западных компаниях, и на западных предприятиях, потому что локализация же не только сегодня началась, мы знаем, как Кыркана уже тоже 20 лет на рынке. То есть в этом случае люди поработали в этих предприятиях, уже много кадров, которые не только в центре, там, в Москве, Ленинград, но и уже в регионах, потому что, если взять по нашим кадрам, люди поработали и в Ярославле, и в других городах, и запускали заводы. И сейчас они живут в Кирове? Часть из них вернулась на родину, и сейчас занимает наши основные такие стержневые посты, которые позволяют нам сегодня осуществлять вот эту практику и работать по международным стандартам. Ну так вот, когда мы вопрос кадров рассматривали, мы понимали, что вот Кировская земля, она же, в принципе, биотехнологиями уже занимается давно, еще с советских времен. И кадры здесь остались, и те, которые работали... Вы их задействовали, кстати говоря, это кадры из Института Красной Армии в народе. Сегодня они, конечно, в возрасте... В пенсионном, и даже... Ну, они работают в ВИАГГУ, я знаю, да, потому что там есть биофак, они работают в медицинской академии. И вот эти кадры уже подготовили молодых специалистов, эти молодые специалисты и работали и на Росплазме, и вот пришли к нам на завод. Это все, ну, там много их, выпускники ВИАГГУ в основном, да, которые в свое время получили образование, поработали там на различных предприятиях, вернулись сюда, и сейчас работают у нас. И выпускников ВИАГГУ очень много, которые получили вот это базовое знание. То есть с кадрами проблем нет? Да, поработали. Нет, я... Они, конечно, вот, например, скажем, по высококвалифицированным специалистам, да, и мы, наверное, скорее всего, вот на особенно биотехнологическом предприятии, ну, немного, там, 5 специалистов, 5-6 специалистов будут привезены на наше предприятие. Остальные мы комплектуем уже, вот, ВИАГГУ, нам повышение квалификации сделали нескольким специалистам, мы выручили нынче дипломы, уже вот прохождение двухгодичного обучения на базе ВИАГГУ, стажировка их по биотехнологическим процессам. Шикарно. Когда мы шли сюда, мы знали, что есть база, есть медицинская академия, есть ВИАГГУ со своим биофаком, и это нам здорово помогает. Я знаю, что биофак сейчас развивается жуткими темпами в ВИАГГУ, и Валентин Николаевич Пугач, ректор университета, говорил, что конкурс туда растет, то есть, год в год. Да что, мы открыли у них лабораторию, сейчас я посмотрел, там у них мини-реактор, который позволяет уже производить антигены, да, то есть, сделать вот такую субстанцию. Это все здорово. У меня такое ощущение, уж я не знаю, почему Дмитрий Александрович перевел рельсы на кадры, в то время, как мы обсуждали такой жесткий вопрос, как, что будет с нашими вакцинами и с вашим производством, учитывая нынешнюю ситуацию, сам же задал этот вопрос, и сам же его не ничего-то сдвинул. А я-то как раз... Рядская земля кадрами, конечно, здесь нам повезло. Я бы только сейчас спросил, Светя, этот последний вопрос, наверное, снова вернемся, да? Да, хотелось бы... А сколько создано рабочих мест? На сегодняшний день вместе с московским офисом у нас больше 250 человек, и к концу года будет 300 уже с лишним, и в 2017 году 450. Все эти люди задействованы сейчас и будут задействованы в ближайшие годы на производство, давайте четко, каких лекарственных... Ну, смотрите, у нас ведь весь ООН Аналек, это, в принципе, три завода в одном. Когда мы начинали строить завод, я еще по прошлому предприятию понимаю, чтобы охватить более такую широкую линейку производства лекарственных препаратов, мы сделали целый завод по производству твердых лекарственных форм, это таблетки и капсулы. Значит, мы... На лориус, на лориус, в том числе, на лориус я еще попозже остановлюсь. Интересный препарат. Я считаю, что Киров нас и кировчане должны поддержать. Я сейчас в часы, ты много учитывайте, сколько времени у нас остается. Высококачественный препарат, который все, больше против аллергии не надо ничего покупать. Я, коллеги, только хочу вам сказать, что слушателям очень, конечно, интересны какие-то специфические вопросы, но главное лекарства. Да, вот продолжаем про лекарства. Про лекарства, значит, второй блок у нас, это биотехнологии, да, это вакцины, это молокональные антитела, это последнее слово вообще в медицине. А вакцина гриппа, я считал, вот тоже. Да, вакцина гриппа, причем это не просто вакцина гриппа, если традиционно вакцина, традиционным способом нарабатывается, 20 миллионов доз нарабатывается в течение 4-5 месяцев, то наши технологии можно наработать в 3-4 недели, да. Это знаете, когда пандемия, это технологии, их всего две в мире, будет третья здесь, в Кире. Будет, еще не производится. Нет, она не производится. Когда будет производиться? Смотрите, мы ей занимаемся уже 3 года. В конце 16-го года мы отчитываемся перед Минпромторгом, потому что Минпромторг дал нам часть денежных средств, чтобы мы разработали эти технологии. Это ваша разработка? Это будет совершенно наша разработка. Мы ее начинали с американцами, но американцы, значит, в определенный период сказали goodbye, попрятались, мы их долго, значит, вызванили, хотели к ним ехать. Они просто знали, что ФАС будет... Это знаете, что она, это история про грипп? Я даже со сложностями получал эту самую визу на Минпромторг. Там все заблокировано, меня куда-то поднимали на второй этаж, там все допытывались, куда и что я еду. Потому что агент. Что касается гриппа, спрашивают, а почему мы каждый год гриппом-то болеем? Где иммунитет? А ответ просто, а он каждый год новый. Видимо, и поэтому технология позволяет свое время облакироваться. А технология позволяет быстро производить адекватную акцию? У нас технология на пандемию рассчитана. Если, например, скажем, случается пандемия, то сразу миллионы людей, десятки заболевают, и должны наработиться... Когда вы рассчитываете запустить производство вакцины? Мы эту технологию отработаем в конце 2016 года. В 2017 году мы будем эту вакцину производить, но у себя мы производим готовую лекарственную форму. В Новосибирске у нас будет производство антигенов, то есть в этой субстанции. Полный цикл будет на территории Российской Федерации. В 2017 она будет продаваться, эта вакцина? В 2017, да. В конце. Там показывает звукорежиссер, что одна минута до перерыва или до окончания программы? До перерыва. Слава Богу. Конец 2017 года – это производство вакцины от гриппа. Да. Хорошо. В сезон 2017 года, 2017-2018, сезон же у нас осенний, весенний, то есть в этот сезон мы уже войдем со своей вакциной. И звукорежиссер мне отвлек. Она будет продаваться или она будет поступать в наши поликлиники? Ну, это все зависит от государства, которое определяет закупку этих вакцин. У нас здесь есть коммерческий рынок, но он различается. 30 миллионов доз ежегодно закупает государство, 5-6 миллионов продается на свободном рынке. И вот какой у нас сейчас рынок свободный или все-таки не очень, мы поговорим уже после перерыва. И чем это нам грозит? Снова мы все в студии. У нас компания из трех человек. Меня зовут Светлана Занько, а напротив меня Дмитрий Курдемов, мой соведущий и главный врач Центра терматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области. И мы пригласили сюда Некрасова Михаила Сергеевича, генерального директора биофармацевтической компании «Нанолек». Когда уходили на перерыв, говорили о том, что с большой радостью констатировали, что в 2017 году компания «Нанолек» будет производить вакцину от гриппа, причем с такими мощностями, что можно будет симптомы пандемии в этой стране снимать, быстро очень будет производиться. И говорили о том, что на самом деле сейчас государство регулирует больше этот рынок, у меня такое ощущение, я вывод свой сделала такой, чем нежели он, что мы имеем рыночное регулирование. Вакцина, уходящая в кандидат прием, действительно закупается в Министерстве здравоохранения. И, в общем-то, так скажем. То есть мы не знаем, вот эта конкретно вакцина будет нам предоставляться в поликлиниках, или мы ее только покупать сможем. Но дорога ли она будет в таком случае в аптеках? Вы, наверное, просчитываете стоимость лекарства. Иммунобиологический рынок, он вообще практически 90% это закупает государство. А, закупают. Да, потому что вот эти все... Ну, у нас сегодня НПО «Микроген», мы знаем, это 13 заводов, которые обеспечивают практически весь коронавирусный прививок. Ну, это вот так сложилось исторически, и на сегодняшний день государство, на самом деле, иммунобиологический вот этот рынок держит под контролем, потому что он стратегически важен. Потому что здесь, я считаю, что, да, наверное, государство должно выступать неким регулятором, потому что это все вопросы национальной безопасности. И в этом случае, ну, по-другому не получится. А вот интересно, на какое количество городов, так или на всю страну хватит производимую вами вакцины от гриппа, если мы говорим о пандемии? Ну, если будет необходимо, то наши мощности позволят выпускать 40 миллионов доз, а если нужно, и до 80 миллионов доз вакцины. Это все зависит от того, что как быстро мы это все можем развернуть. То есть это же годовой выпуск, да, но если будет необходимо, мы можем все мощности задействовать и обеспечить. Вот, ну, просто для читателей, чтобы было, для слушателей, да, чтобы было понятно, что пандемия – это вот мгновенное заражение огромного количества людей. То есть против что мы гриппа, даже сезонным мы же боремся, да, чтобы не даем ему распространиться. Но иногда ситуация выходит из-под контроля, и все тогда… Правильно я понимаю, что государство должно заказать, вы должны произвести, чтобы быть готовы к пандемии? Конечно, конечно. Вот таким образом. В этом случае, если государство у нас, в принципе, основной закупщик, да, мы договариваемся с государством о том, что, ну, дайте нам какую-то квоту, и мы произведем столько, сколько нужно. Потому что это же вакцина хотя бы, она и два года, и срок годности, да, но обычная практика, что она используется в сезон, и дальше ее, в принципе, уничтожает, утилизирует. Ну да, дальше она может не попасть. Ну, конечно, и в этом случае, ну как, это же, мы же все равно коммерческая структура, мы не можем в себе в убыток работать, мы произведем столько, сколько у нас этот заказ. И в этом случае, когда я всегда поддерживаю идею там единого заказчика, потому что если вот появился нацинбио, да, который как раз должно регулировать этот рынок… – Нацинбио? – Нацинбио, да, национально-иммунобиологическая компания, которая стопроцентная дочка Ростеха. Вот если бы… – Да. – То есть это тоже понятная структура. – Нет, не всем, поясните. – Формируется некая государственная корпорация, которая будет присутствовать на рынке. Государственные структуры и так присутствовали, там, скажем, те же заводы, которые относятся к системе микрогена, но по вот сегодняшней ситуации все-таки появляется единый поставщик некоторых иммунобиологических препаратов. Ну вот если взять национальный календарь, да, то на сегодняшний день уже появился регулятор, который обеспечивает поставки этих вакцин в национальный календарь. Это все бесплатно для рядовых граждан, для детей, которые прививаются вот этими ежегодно, этими вакцинами необходимыми и нужными. Нужное дело, я сразу скажу, что это правильно. – Если НАЦИНТЕХ и НАЦИНБИО будет работать прилежно, так скажем, да, то закупаться все будет и заказываться вовремя, и всего будет хватать. – Вопрос непростой. Много критики, и в этом случае тоже надо понимать. Нужен регулятор. Вот Минздраву отрегулировать все процессы очень сложно. Если, например, появляется регулятор добавочный, скажем, вот в этой нише, там, скажем, мемобиологических препаратов, это правильно. Что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы каждая вакцина производилась в двух-трех площадках, не меньше. Потому что это стратегическая политика государства. Потому что если вдруг произойдет что-то на одной площадке, мы должны всегда иметь вакцину, которая производится на других площадках. – А сейчас у нас что происходит? – Сейчас пока рынок нерегулируемый. То есть есть действительно несколько площадок, которые могут производить вакцины, но, понимаете, появляются вакцины нового поколения. Это очень дорогое удовольствие сделать, выпускать какую-то вакцину на нашем, скажем, предприятии. Регистрация и производство этой вакцины – это очень дорогостоящее дело. Если вы еще за лицензию будете оплатить, то в этом случае надо понимать… – Смотрение часа осталось не так много времени. И вот с биопрепаратов хотелось бы спросить все-таки. Вот в самом начале я был участником обсуждений, и была такая еще оценка, и видел первую презентацию. И, насколько я понял, изначально было в планах в том числе рассмотреть возможность производства рентгенконтрастных препаратов. – Да. – Да, и я это знаю на самом деле. – Это как раз ваша тема? – Да, это наша тема. Это тема всего здравоохранения, тем более прошла модернизация, все оснастились рентгенозагрическим оборудованием, МКТ, МРТ, и контрастные препараты они используются каждый день, и стоят они немало. Вот, хотелось бы узнать, все-таки, это вопрос с повестки не снимается, я уж не буду спрашивать о планах, наверное. Вот, как Вы оцениваете? – Ну, вот, волей судеб, все-таки, я был инициатором, все-таки, производства лекарств рентгеноконтрастных у нас в России, причем по полному циклу. – Вот, это тот самый человек, Дмитрий Александрович, перед нами. – Ну, и до того, как я попал в «Нанолек», я руководил большой компанией, которая называется «Питбиомед», и как раз она в то время занималась вопросами лечения раковых заболеваний, опухолей, путем контрастного вещества, которое доставляется в эту опухоль, там накапливается, затем, значит, излучением, мягким излучением направлено на эту опухоль, она начинала разрушаться, потому что там вот это контрастное вещество, оно как бы взрывало ее изнутри. – Это то, что сейчас происходит за рубежом. Мы начинали, но вот я знаю, что такой препарат, он создан, и он находится в клинических исследованиях. На сегодняшний день надо отметить, что ни одного отечественного препарата рентгеноконтрастного нет. Вот где-то в 2016 году этот препарат появится, это я обещаю. – Это прекрасно. На вашем предприятии будет происходить? – На нашем предприятии будет, мы начинаем с продаж этого препарата, на НОЛЕК, именно будет та компания, которая будет продавать этот препарат, и затем мы уже начинаем осваивать полный цикл производства этого препарата. – Ну вот ведь, у меня это замещение, это скоро состоится. – Нет, причем, я говорю, что это… – В 2017 год, в 2016 году. – В 2017 году мы начинаем его продавать, в 2018 начинаем локализацию. – Это полностью препарат контрастный, который будет производиться в России. Из российских ингредиентов? – Из всех российских ингредиентов. – Насколько будет отличаться его стоимость от стоимости зарубежных аналогов? – Я думаю, что процентов на 20 это будет нам ниже по цене, чем… – Не сильно дешевле. – Ну, не сильно дешевле. – Учитывая, насколько изменился курс доллара и евро, почему так? – Видимо, оборудование нужно покупать. – Нет, смотрите, во-первых, раз то, что мы будем его производить на нашем предприятии, вы понимаете, что оборудование, которое в основном, имеет срок амортизации. – И мы должны это включать, и производитель, мы, может быть, и хотели его… – А оборудование по-прежнему импортное. – Импортное, потому что ничего из оборудования… – Надо сказать, Светлана, что всё-таки для юридических лиц 20% это ощутимая разница, потому что идёт препаратов контрастов очень много, и даже ощущение того, что это сделано в России, тоже добавляет им… – Ну, 20%… – Ну, смотрите, оно не будет зависеть вот от этих прыжков курса. – Конечно. – Потому что оно производится из российских ингредиентов, и в этом случае… – Это важнейшая, на самом деле, важнейшая часть, я на своём опыте могу это подтвердить, потому что для того, чтобы пройти соответствующие исследования с помощью контрастных препаратов, огромная очередь стоит сейчас в соответствующих клиниках онкодиспансеров, в частности, где они вообще присутствуют. А уж насчёт лечения, а лечение-то будет производиться с помощью этих… – Ну, там ведь он используется не как лечебный препарат. – Это немножко разные препараты. – Ну, он позволяет там в диагностике более точно диагностировать… – В диагностике определить локализацию, да, и понятно… – Ну, вот, к сожалению, у нас нет таких препаратов. – Но пока ещё не то самое лечение, о котором Вы рассказывали. – Нет, конечно. Ну, знаете, это новая технология лечения раковых заболеваний, и в этом случае, я говорю, что это 15 лет, чтобы разработать технологию. Ну, где-то, слава Богу, уже препарат прошли, короткофокусные излучатели изобрели. Ну, думаю, лет через 5-7 можно будет уже… – Вашими голосами, что называется, довёзки. – Компания «Нарик» ещё и включилась, скажем так, в производство препаратов противосохранного диабета второго типа, да? – Да. – И здесь мы можем только обозначить, потому что у нас полминуты остаётся. – Да, вот смотрите, если Вы выбираете GMP, не буду расшифровать, уже мы об этом сказали, если Вы выбираете действительно технологии передовые, если Вы выбираете оборудование, то к Вам придут западные компании. Ведь мы говорим о идее импортозамещения и локализации, да? И на самом деле этот процесс это только сейчас стали называть. Но мы всегда стремились к тому, чтобы иметь в партнёрах те компании, которые на сегодняшний день мировые, те, которые имеют высокотехнологические препараты. Вот, например, я скажу, взять глюкофаж второго ряда, который действительно мы сегодня уже начинаем упаковывать. – Да. – То есть уже сегодня, да. – Это при диабете. – Да. – А второго ряда. – Вот мы, я всё равно, Вы можете мне говорить, что это второй ряд и так далее. – Второго типа. – Оба понимают, что о чем речь идет. Я не знаю, поэтому я беру слово сейчас с Михаилом Сергеевичем, что к нам придёт Ваш специалист, а может быть и Вы ещё раз и расскажет предметно конкретно, например, о диабете и об этом препарате. Потому что много есть о чем поговорить. Я бы ещё и про онкологию продолжила, я бы продолжила и про взаимоотношения с иностранными компаниями. Поговорить есть о чем. Мы сегодня постарались, слушатели, вам раскрыть ещё какие-то моменты развития отечественной фармакологии на примере биофармацетической компании «Нанолек» с помощью Михаила Некрасова, генерального директора этой компании. Ну, сразу скажу, что в марте мы ещё раз услышим об этой компании, но уже предметно об отдельных препаратах. Это здорово, потому что важно, люди хотят знать. Каждый раз, когда у нас выходят новости, люди звонят и ругаются, что повторите ещё раз название. Мы их отсылаем на сайт, но это важно. Мы теперь предметно сможем рассказать о каких-то отдельных препаратах и поговорить с врачами-специалистами. Да, Дмитрий Александрович? Как Вы предлагаете, всегда иметь специалисты по конкретной... В области. Да, в области. Я благодарю нашего гостя и своего сведущего молчаливого сегодня почему-то. Нет, ну я только задавал изредка неудобные вопросы, и дальше дискуссия развивалась. Но на самом деле я думаю, что вот в сложной ситуации, экономической в том числе, производство развивается, и дело развивается, когда этим занимаются люди с горящими глазами. И желать что сделать. Я вот посмотрю на Михаила Сергеевича, глаза горят, и я как-то уверен. И у меня есть уверенность, что в Кировской области, да, в общем-то, завод запустится, и мы не поговорили про препарат Аналориус, да, мало поговорили про дискофажную форму. Не знаю, просто хронометраж программы увеличился. Нам пора прощаться. Я напоминаю, что это была программа «Слушайте доктора». Ждите нас каждую пятницу в 2 часа дня. Спасибо. Спасибо.